Ищите хостинг для сайта? Обратите внимание на HandyHost. Этот хостинг с очень дружественной поддержкой, которая поможет по многим вопросам. Он идеально подойдет для начинающих веб-разработчиков. HandyHost – это проверенный временем провайдер с отличной репутацией. По ссылке в описании вы можете получить 60 дней хостинга абсолютно бесплатно для тестирования и разработки ваших сайтов. Для этого заполните форму. Это займет всего одну минуту. Регистрируйтесь! Здравствуйте! На связи Федор Васильев. В этом видео я покажу условно-бесплатный плагин на WooCommerce, интернет-магазин на WordPress, с помощью которого вы сможете отключить полностью онлайн-оплату. Скажем, вы не хотите настраивать и принимать какие-либо онлайн-платежи через магазин. То есть даже банковские реквизиты, тот плагин, который по умолчанию есть в WooCommerce, вам нужно отключить. Но если все плагины будут отключены, плагины оплаты, то у вас может возникать ошибка на странице чекаута, странице оформления заказа. В этом видео мы рассмотрим, как за счет плагина можно отправлять заказы на почту без онлайн-оплаты. То есть заказ будет приходить на почту администратору магазина, впоследствии администратор магазина сможет обрабатывать заказ с человеком, с клиентом взаимодействия. Там как-то оплата будет у него производиться уже вне сайта. Но вот этот именно процесс оплаты без онлайн, так скажем, это можно все устроить за счет плагина. Давайте посмотрим в этом видео, как это работает. Давайте в админке на моем тестовом сайте посмотрим, как это работает. В e-commerce настройки платежи, о чем идет речь? Вот видите, все плагины, которые были по умолчанию в e-commerce, они отключены. Здесь могут быть установлены плагины онлайн-оплаты. В общем, когда все отключено, на странице чекаута оформления заказа, вот здесь обычно светится предупреждение, красным написано, и впоследствии невозможно сделать заказ. А нам, в общем, надо, чтобы заказ проходил просто на почту, отправлялся, чтобы просто человек видел, что клиент, то есть человек, администратор магазина, видел, что клиент какие товары собрал в корзину, отправил, и уже оплату как-то вне сайта будет производить. Итак, плагин. Вот страница разработчика, все ссылки я оставляю на своем сайте fedorvasilv.com, ссылка будет в описании под видео. Плагин условно-бесплатный, что это такое? То есть с ограниченными какими-то функциями, то есть какие-то есть про-опции, какие-то есть бесплатные. В рамках этого видео мы будем рассматривать бесплатную версию плагина. Соответственно, вы также сможете на этот сайт зайти, скачать этот плагин, если он вам нужен, если он вам подойдет. У меня здесь все уже установлено, я перехожу в плагин, и плагин у меня только отключен. Сейчас я его включу. После активации плагина он появляется вот в этой позиции в WordPress, вот его название. Настроек здесь не особо много, и давайте посмотрим. Первая опция, самая важная, вот здесь вот заказ, это статус. В каком статусе будет заказ, когда человек отправил вам заказ уже с вашего сайта. Стоит на удержании, в принципе, так можно и оставить. Следующая галочка, это Skip Card, то есть отключить корзину, в общем, сделать процесс покупки еще более быстрый. Не знаю, насколько это будет, я смотрел и так, и так, что-то я не увидел особо разницы. Дальше, текст на кнопке, вот, к сожалению, мы, наверное, поменять не сможем. Я так полагаю, что это Pro-опция, то есть это будет купить, ну, текст на кнопке. Может быть, получится через LocoTranslate перевести это, я еще не пробовал, но если перевести не получится, конечно, этот плагин становится бесполезен. Бесплатная его версия. Следующая опция, которая в Pro-версии у нас находится, удалить в поле доставки тарифы. Следующая опция помогает удалить текст о конфиденциальности, вот эта чекбокс-галочка. То есть это тоже в Pro-версии плагина будет только доступна, возможность удаления. Следующая Pro-опция это удаление условий и правил, чтобы не выводилось. И ниже это тоже все у нас, видите, это Pro-опции, потому что мы не можем на них нажать их использовать. Товары с нулевой ценой, если такое подразумевается, можно поставить слово бесплатно под товаром, если этот чекбокс был бы рабочий. То есть для таких вот товаров, кому это нужно, конечно, Pro-опция нужна. Вы можете сказать сразу, ну что за плагин такой, что тут все закрыто. На самом деле он уже готов из коробки выполнять ту самую опцию, для которой он предназначен. Все остальное это второстепенные дополнительные плюшки, которые доступны в Pro-версии. Можно использовать свободно этот плагин именно ради этой самой функции. На странице оформления заказа тоже можно указать слово, тут тоже в другой позиции OnCard, то есть в корзине указать. И вот тут, видите, слово можно было бы написать бесплатно для трех разных страниц. И кнопка Save настройки. И здесь еще одна вкладка. Чекбокс недоступен, кнопку включить только цитату. Тоже в Pro-версии. И где разместить кнопку цитату. Здесь был бы не спадающий список, где разместить ее. Но все это в Pro-версии. То есть смотрите, что происходит. Мы только включили плагин. Идем на сайт, оформляем какой-нибудь заказ, добавляем в корзину, нажимаем Оформить. И все. Поля заполняете. В правой колонке, смотрите, цена. Чекбокс. Никаких предупреждений, никаких онлайн оплат. Просто нажимаем Подтвердить заказ. И все. Ваш заказ принят. Благодарим вас. Информация о заказе. И платежный адрес. Тот, который указал клиент. Все. Видите, то есть процесс на оформлении прошел. Перейдем в заказы. Вот этот заказ. 26 секунд назад. Который я только что совершил. Он уже здесь. И значит, на почту администратора тоже ушло письмо, что есть новый заказ. Вот такой вот небольшой урок, небольшой плагин. Кому было полезно, интересно, жду ваши комментарии под этим видео. А я на этом с вами не прощаюсь. И мы очень скоро увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...